Похожих вопросов от девушки и от молодого человека. Девушка спрашивает, считается, что девушка должна быть скромна и стыдлива. Насколько можно все-таки проявлять инициативу при знакомстве с парнем? И вообще, сейчас почти нет активных в хорошем смысле ребят. И стоит ли самой искать своего или надо просто ждать? И юноша спрашивает, суть жизни в любви, а значит и в браке. Я считаю, что чтобы искать себе жену, надо все-таки встречаться с девушками. Мой вопрос, где проходит грань правильного поиска? Какой метод будет правильным и логичным тут применить? Это очень общие вопросы, о которых можно рассуждать только вообще, а не в частности. Правильно пишут, что действительно одним из самых главных признаков положительной девушки – это скромность. Это, конечно, скромность. Это не значит, что она какая-то забитая или что-то такое, пассивная, ничего подобного. Это скромность, проще выражающаяся человеческим церковным языком. Это целомудренность некая. Вы обратите внимание на простую вещь, простую вещь. Как ведёт себя целомудренный человек и как безнравственный. Посмотрите, безнравственный голиком фотографируется, пожалуйста, дайте только побольше. Абсолютно всё равно. Ни стыда, ни совести. Соломудренный, напротив, если хотите, одевается, скрывается из себя, так сказать, ну, как-то пытается не выпячивать себя. Вообще, я вам скажу, посмотрите, как вёл себя Христос. Воскрешает мёртвую, там, дочь двенадцатилетнюю, помните? Прокажённого, глухого слепого, сплошь и рядом, только и слышим. Никому не рассказывайте. Странное дело. Что такое? Никому не рассказывайте. Истинная ценность всегда прячет себя. Помните миллион перед всеми? То, что я ценю, истинная ценность всегда прячет, свои достоинства прячет. Тщеславный человек кричит, я не знаю, что я сделал, посмотрите. В церкви повесит вам вот на такой вот блестящей медной доске своё имя. Беда, кстати. И всё перечеркнёт таким образом, всю свою добродетель этим самым. Господь сказал, пусть левая рука не знает, что делает правая. Поэтому вот эта целомудренность, эта скромность является, мне кажется, одним из самых необходимых достоинств каждого человека. В том числе, конечно, и прежде всего, может быть, девушки, как таковой. Ну, насчёт активности, я тут боюсь что-нибудь сказать, да, поскольку это вещи очень такие растяжимые. Вот. Но какие-то, может быть, ну, так сказать, небольшие, может быть, шаги какие-то и можно сделать, естественно, чтобы молодой человек мог видеть. А молодому человеку, я вот говорю, да, грань именно здесь и проходит, мне кажется, что нужно вести себя в период знакомства достойно. Сырешь, что такое достойно вести себя? Мы же всё время говорим о достоинстве человеческом. Вот и надо здесь вести достойно. И самое главное, сейчас при этом разгуле разврата надо помнить, не срывайте яблоко несозревшего. Оно будет кислым, оно будет горьким, и вы можете потом выплюнуть его. Вы знаете, вот, статистика говорит об очень печальных вещах, да, что происходит от этих преждевременных, так сказать, знакомств, к чему это очень часто приводит. К мощному охлаждению, к опустошению. Это просто беда, поэтому надо беречь. Мы же себе же хотим благо, а никому же не будет. Потерпи немножко. Так же, как вы приглашены на прекрасный обед, так страшно хочется есть. А вы знаете, вам прекрасный, роскошный стол. Хочется есть. Ну, что, как? Может, давай закушу сейчас пока? Побросал в рот, пришел. Ах, тут всего, а я уже есть не хочу. Бедный, да потерпел бы. Вот то же самое происходит и здесь. Точно то же самое. Это надо иметь в виду. Не надо самих себя наказывать. Продолжение следует...